До премьеры одноактного балета «Наяда и рыбак» осталось чуть больше недели. В производственных цехах Самарского театра опера и балета вовсю идет подготовка декораций. Сейчас для балета готовятся специальные арки из полотна. Всего их три. Они все отличаются друг от друга. Так художник создает иллюзию леса и глубину. Через них будет виден задний план сцены, где изображен берег моря и горы. Для создания картины художники используют гуашь и театральный акрил. Очень живописный. Очень его было приятно вообще писать. Я думаю, это и зрители очень порадуют. Очень было приятно над ним работать. Особенность работы театрального декоратора в том, что нужно видеть объемные работы целиком. Они очень масштабные, почти 200 квадратных метров. Для этого в производственном цехе есть галерея, с которой можно увидеть свое творение со всех сторон. Декорации готовятся уже четвертый месяц. Почти все готово. Еще одним украшением сцены станет двухметровая скульптура Мадонны из пеноплекса и папье-маше. Чтобы подготовить покровительницу Италии, у художника Бутафора ушло почти две недели. Сейчас, в данный момент, мы используем пеноплекс. Он плотнее, чем пенопласт. Обрабатывается проще. С ним работать удобнее. Он больше поддается обработке ножами, пилками, напильниками и так далее. В этой постановке впервые после долгого перерыва начнут использовать машинерию. Так называется комплекс театральных механизмов, которые обеспечивают смену декораций и вращение сцены. Примеры балета намечены на 20 и 21 декабря.